Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео мы обсудим такой вопрос, как выбрать себе годный прем для того, чтобы быть довольным. Проблема заключается в том, что все-таки у каждого из нас свои предпочтения, свои интересы и цели, которые мы преследуем, выбирая себе ту или иную машину. На сегодняшний день в игре уже 310 коллекционных и премиумных машин. Для тех, кто не знает, коллекционки от премов в первую очередь отличаются тем, что если вы будете продавать премиумную машину, то, соответственно, при продаже данной премиумной машины вы получаете себе серебро, хотя покупали за голду, либо за реальные бабки. Если вы продаете коллекционные машины, то с коллекционками история обстоит немножко по-другому. Здесь вы будете получать голдишку. Именно этим в первую очередь отличаются машины. Как видите, коллекционный объект у нас стоит 5000 золота, хотя продают его, понятное дело, гораздо дороже. Так как выбрать себе ту машину, которая будет тебя радовать? Но для начала, я думаю, стоит подписаться на мой канал, если вы за честный обзор и если вы за честность автора, я вам буду безумно благодарен за поддержку моего канала. Спасибо большое за то, что прожали подписочку и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я стараюсь специально для вас. Так вот, ребят, стоит помнить по поводу того, что ничто иное, как обычные проходные машины, не подскажет вам лучшее, что вам выбрать, чем любой обзорщик, который есть на ютубе, чем любой человек, который может вам что-то сказать. По одной простой причине, потому что кто-то любит гонять на легких танках. Но, как правило, легкие машины в нашей игре поддаются тем ребятам, которые действительно долго в эту игру играют и могут совладать с этими машинами. Кто-то любит, наоборот, ПТшки, причем ПТшки любят разные. Кто-то любит хорошо бронированные и медленные ПТхи, ну а кто-то, допустим, предпочитает себе гриля, который является абсолютно картонной машиной в нашей игре и в то же время довольно-таки икрабельная тачка руками человека, который давно уже зависает в нашу игру. Так вот, ребят, что могу сказать от себя. В первую очередь, вам необходимо понять, на каком конкретно типе техники вам больше нравится играть. Тяжелые танки, средние танки, ПТхи, ну либо все-таки легкие танки. Все же, если вы игрок, у которого менее 50% побед, я бы не рекомендовал рассматривать вам, в первую очередь, премы из легких танчиков, ну просто потому что на них играть действительно очень сложно. Дело в том, что в нашей игре каждая машина имеет свой уровень брони. И вот здесь, ребят, броня влияет очень сильно на живучесть машины. АМХ Дефендер на своем уровне очень классная машина, благодаря очень играбельному барабану и руками умелого игрока действительно творит чудеса. Но полная картонность данной машины приводит к тому, что руками неумелого игрока его очень быстро выносят из боя, соответственно, он не получает ни кайфа, ни результатов, ну и, соответственно, расстраивается из-за того, что приобрел себе данную машину. Кто-то может погнаться за какой-нибудь очень известной машиной, как Т-77, который является довольно неплохой машиной руками-статистом, потому что они умеют отыгрывать на барабане, они умеют прятаться на время перезарядки, которая здесь просто-таки колоссальная. При этом всем, те ребята, которые не умеют играть и думают, что они играют на тяжелом танке, выходят в бой, ну и, соответственно, отхватывают, мама не горюй, по одной простой причине, потому что брони здесь нет. И пока он находится порядка 20 секунд на перезарядке, его бодро разбирают и от него остаются только щепки. Кто-то обратит внимание на более бронированные машины, и это, в принципе, очень правильно, если вы новичок, то берите максимально забронированный аппарат для того, чтобы максимально долго продержаться в бою, даже если вы слеснулись врагу лицом к лицу и, соответственно, от врага вам некуда деться. Эта машина действительно поможет вам выдержать. Я ни в коем случае не говорю, что КВ-5 это та машина, которую первой необходимо покупать, и это мастхэв, я просто привожу вам примеры разницы бронирования машин. Что касается ПТ-шек, то по ПТ-шкам тоже не все так просто, потому что есть, допустим, Т-28 Дефендер на восьмом уровне, который довольно неплохо забронирован, не считая комбашен, и действительно может держать удар и получать непробитие, но время перезарядки внутри барабана настолько неприятное, что становится порой нудно играть, и это тоже не добавляет удовольствия. Есть G-SOR, у которого два снаряда в барабане, который получает суммарно более 800 альфы за два выстрела, то есть за свой барабан, но потом все равно уходит на перезарядку и тоже не является бронированной машиной. И та же самая СУ-130ПМ, которая является просто, ну не знаю, магнитом для фугасов, потому что здесь брони нет вообще, 12 миллиметров в рубке, сюда залетает абсолютно все, и даже мимо пролетающая птица, не дай бог, клювом ударится об вас и нанесет вам урон. Короче говоря, ребят, в отношении брони взвешивайте свои возможности в отношении выживания. Есть, конечно, способствующие таблицы типа вот этой, но обратите внимание, какая простыня разворачивается только если вы будете разбираться в тяжелых танках. И это только тяжи и только на восьмом уровне. Как я сказал, в нашей игре 310 коллекционных и премиумных машин. Что же касается самого играбельного уровня, то это безусловно восьмой левел, но и на восьмом левеле у нас целых 81 тачка. Так как же выбрать того, кто тебе нужен? Ну, в первую очередь, ребят, давайте будем разбираться с тем, чего вам надо от той или иной машины. Если вы берете себе премиумную машину, в первую очередь для того, чтобы зарабатывать вот это вот, а именно серебро в нашей игре, которое позволяет вам покупать проходные машины, то вам стоит обратить внимание на доходность машины. Доходность машины вы можете узнать исключительно в сопутствующих таблицах на отдельных ресурсах, ну, либо из обзоров отдельных блогеров. Так вот, ребят, здесь указывается процент доходности. Оптимальным процентом доходности является 175%. Все, что будет ниже по машинам, как, допустим, 97 у Эмили 1, но это все-таки, ребят, машина проходная. Что же касается всех остальных, есть машины, которые имеют ниже процент по доходности. И я бы не сказал, что, допустим, тот же самый Т-34 хорошая машина для фарма при его 167%, либо 170 у большинства машин. Хотя, в целом, если вы будете неплохо справляться с некоторыми видами машин, такими, как, допустим, Экшн Икс, для кого-то машина подарок, а для кого-то сущий ад, то, в целом, и 170% доходности будет хватать. Но все же, если вы новичок в игре, берите машины, у которых процент доходности выше 175%. Если вы гоняетесь не только за зарабатыванием серебра, а еще и за тем, чтобы вы максимальные результаты получали по итогам боя в виде удовольствия от игры, то подбирайте то, что вам в руку лучше ложится. Ну, в первую очередь, я бы рекомендовал обращать внимание на те машины, которые имеют среднее время по перезарядке. Почему говорю именно так? Потому что, если мы возьмем с вами, на примере тяжелых танков, в данном случае, мы возьмем с вами к сравнению того же самого... Сейчас, одну секундочку, где он у меня потерялся. Вот, допустим, посмотрим с вами на объекта 252-го, посмотрите на его характеристики по орудию. Здесь у нас, ребят, кроется цифра времени перезарядки в целых 13 секунд с копейками, а бывает и больше. Да, машина обладает хорошей альфой, но все-таки время перезарядки вам в бою придется чем-то коротать, Ну, а в частности, придется все это время пытаться выжить и выждать подходящего момента для того, чтобы выехать и дать еще одну тычку. Если вы все-таки любите более подвижный геймплей, то на примере экшен-икс, который обладает просто бешеной скоростью перезарядки, вам скучать однозначно не придется. Потому что время перезарядки, как вы видите, у экшена, без всяких улучшалок уже менее 5 секунд. Ну, то есть, чувствуете разницу? 13 с копейками секунд против неполных 5 секунд. Ты стреляешь практически в 3 раза чаще. И это действительно требует от тебя определенного рода концентрации внимания. И при этом всем ты имеешь существенно меньшее количество альфы за каждый выстрел. Но суммарный ДПМ, ребят, гораздо выше. Так вот, в первую очередь, тебе необходимо обратить внимание, если ты новый игрок, на время перезарядки машины. Потому что, как я сказал, время перезарядки машины тебе нужно будет каким-то образом коротать. Если ты возьмешь себе Эмиля 1951, то ты обратишь внимание, что у данной машины есть великолепнейший барабан с великолепными 3 снарядами. Каждый из которых наносит по 310 единиц урона. И суммарно за барабан выдает более 930 средухи по альфе. Но, ребят, дальше вам необходимо прожить в бою практически 22 секунды. И это действительно очень долго. И все это, ребят, нас подталкивает ко второму аспекту. После брони это в отношении выбора орудия. Орудия необходимо выбирать из следующего подхода. А именно того, какие есть виды орудия в нашей игре. Переключаемся на 8 уровень. И на примере средних танков покажу вам следующее. У нас есть обычные цикличные орудия, которые просто перезаряжаются. Один снаряд за другим имеет стандартное время перезарядки. Ну и в данном случае, допустим, 5,5 секунд с альфой 225. Есть, ребят, у нас барабаны. И вот как раз с барабанами тяжелее всего справляются новички. Потому что время перезарядки барабана, как я уже сказал, необходимо пережить. И все это время в бою вы бездействуете по факту. Ну, в лучшем случае где-нибудь прячетесь или мотаетесь для того, чтобы в морду не получить. Здесь у нас приходится переживать огромное количество времени перезарядки. Но потом возвращаемся к вопросу наличия трех снарядов с неплохой альфой. И есть, ребят, система дозарядки барабана. На примере словно известной Проджеты 46 здесь есть вот такая фишка, как дозарядка снаряда после того, как вы его отстрелили. Вы можете отстрелить один снаряд или два снаряда. В дальнейшем орудия начинают дозаряжаться. И таким образом у вас постоянно пополненный боекомплект, если вы не выбросили полностью все снаряды. И в первую очередь, ребят, на примере Проджеты я хотел бы рекомендовать новичкам брать себе машины именно с системой дозарядки. Потому что в таком случае вы максимально часто стреляете и при этом постоянно находитесь с орудием в заряженном состоянии. И я бы рекомендовал в то же время не присматривать новичкам себе машины с барабанными орудиями. Потому что, как я сказал, вам необходимо выживать. Как правило, эти машины не сильно хорошо бронированы. Ну и, соответственно, вам будет очень сложно получать хорошие результаты. А вот когда уже руку набьете, тогда, я думаю, будет все реально хорошо. Если с орудием и броней мы разобрались, то в отношении фарма вроде бы тоже все понятно. То каким образом выбрать себе уровень танчика, который необходимо приобрести? Я бы рекомендовал присматривать себе, в первую очередь, именно танки восьмого уровня. Здесь самое большое количество машин на выбор. Это первая фишка уровня. Вторая фишка уровня заключается в том, что здесь самые фармищие машины. Здесь действительно собраны все машины, у которых максимальный показатель по фарму на количество машин, которые есть на уровне. Если вы посмотрите, допустим, на вот этого вот старожила в игре, на Лёву, которого, кстати, продавали очень даже недорого за 5500 вот в этом великолепном внешнем виде, то вы обратите внимание, что Лёвчик, он, в принципе, практически не устаревающая машина. Да, есть более бодрые, более веселые, но в то же время, ребят, 185% фарма, это действительно очень крутая цифра. И надо смотреть, ребят, на баланс машины. Что такое баланс машины? Насколько сбалансированы все показатели по орудию, по броне, по подвижности, ну и, соответственно, от этого зависит ваша живучесть, ваша результативность. Что такое дисбаланс? Дисбаланс машины, это когда машина обладает определенными характеристиками, которые выходят за пределы типичных для своего уровня, и в то же время, ребят, проседает в чем-то другом. Возьмем на примере крушителя. Машина обладает просто обалденным, обалденным орудием с чумовой просто альфой в 640 единиц для 7-го левела. Это просто, ну, чума. И его осколочно-фугасный на 960 при его запасе прочности в 1450 говорит о том, что вы можете ваншотить легкие танки абсолютно без труда. При этом, ребят, крушитель не обладает абсолютной броней. Я бы сказал, он вообще абсолютно броней практически не обладает. Так, наверное, даже будет более правильно. Так как выбрать максимально подходящую вам машину, максимально сбалансированную? Берите машины, у которых среднее время перезарядки. Берите машины, которые обладают хоть какой-то броней и не являются абсолютно картонными тачками в игре. И берите ту машину, на которой вы будете максимально комфортно себя чувствовать. Если вы привыкли играть на тяжелых танках, то присмотрите себе какую-нибудь машину с средним временем перезарядки, с неплохим процентом по фарму и обязательно, обязательно с наличием какой-либо брони. Также, ребят, стоит обратить внимание на подвижность машин, потому что подвижности машин отличаются и очень сильно. Если мы посмотрим с вами на примере тех же самых танков класса ПТ, то обратим внимание, что у нас есть очень хорошо подвижные машины, которые действительно могут позволить вам быстро передвигаться по карте, но в то же время вы сразу страдаете от полной картонности данной машины. Ну, допустим, максимальная скорость вот этого красавца составляет 55 км в час. Это довольно-таки неплохой показатель. При этом всем, если вы посмотрите на черепаху, поверьте мне, не зря ее так называют. У нее скорость по карте составляет всего лишь 20 км в час, что больше, чем в два раза... Так, ну, здесь уже запутался. Что более, чем в два раза меньше... Вот так будет более правильно. Чем у предыдущей ПТшки. Так вот, ребят, поймите, в нашей игре нет такого, чтобы машина обладала всеми показателями одинаково хорошо. Если вы берете себе хорошо забронированную машину, вы однозначно теряете в подвижности, либо однозначно теряете, ребят, в точности орудия, при этом можете обладать очень хорошей альфой. Если вы обладаете очень хорошим, точным орудием и хорошей альфой, то будьте готовы к тому, что вы полный картон. Если вы не полный картон и можете периодически рандомно где-то что-то рикошетить, допустим, там от рубки, то при этом всем вам необходимо помнить о наличии двух снарядов на долгого времени перезарядки магазина. Взвесьте для себя, с чем вам комфортнее всего играть. Каким машинам на восьмом уровне я рекомендовал бы присмотреться именно новичкам? Ну, конечно же, в первую очередь я рекомендовал бы присмотреться к тяжелым танкам, и здесь очень большой выбор, и вам необходимо выбрать ту машину, которая будет прощать вам ваши ошибки. Первая машина в списке это однозначно Акула. Эта машина действительно может позволять вам иногда вылазить, получать какие-то тычки, имея хороший запас прочности, но в то же время, ребят, не сильно балуйтесь с тем, насколько машина живучая и не заигрываетесь, потому что у данной машины, если вы посмотрите на характеристики по броне, довольно-таки картонный бронелист. Сейчас откроем данную машину, и я говорю о том, чтобы вы ни в коем случае не подставляли этот картонный бронелист, и тогда вам будет действительно приятно играть. Стоит помнить о том, что в нашей игре есть приведенная броня, и если прямая броня составляет, как видите, всего 120 мм, то с учетом приведенной брони здесь более 570, и от башни действительно играется довольно неплохо, а вот нижний бронелист плохо забронирован, поэтому берите машины себе не максимального бронирования, как могло бы показаться, потому что данные машины, как правило, уныло передвигаются по карте, а берите себе что-нибудь среднее. В то же время, ребят, если вы не будете проигрывать, если вам не будут периодически накидывать, вы не научитесь использовать технику так, чтобы давать максимальные результаты и быть максимально полезными в боях. Поэтому в любом случае жертвовать чем-то придется, ну а как я уже сказал, выбирайте себе максимально сбалансированные тачки. Что же касается других машин, есть машины разные, и есть машины, которые абсолютно никому не подойдут, а есть машины абсолютно морально устаревшие, которые мало кого порадуют. Есть машины абсолютно одинаковые, ну вот, допустим, тот же самый WZ-112-2 и WZ-112-1 ледяной, если мы с вами перейдем в таблицу, то вы увидите, что данные тачки, они, в принципе, практически не отличаются в отношении орудия. Поднимаемся наверх и видим, что WZ-111-112 ледяной, и WZ-112-2, как вы видите, абсолютно полностью одинаковые. Не берите себе похожие машины между собой, берите машины разные, для того, чтобы вы могли под настроение выбрать себе танк, на котором вы сейчас выйдете в бой, максимально отдохнете, получите удовольствие, ну и, соответственно, с улыбкой закроете любимую нашу игру. Так вот, ребят, если про тяжелые танки мы проговорили, и те же самые WZ-хи я ни в коем случае не рекомендовал бы новичкам, а рекомендовал бы остановиться на более живучих и более сбалансированных машинах, такие, как, допустим, Лев или тот же самый Кейлер, то в отношении ПТ-шек все немножечко сложнее. В отношении ПТ-х в первую очередь я бы рекомендовал на восьмом уровне присмотреться к такой машине, как АМХ CDA-105. Машина обладает очень хорошим точным орудием, хорошей скорострельностью, обладает хорошей приведенной броней, хотя не является имбовой, и в то же время обладает очень хорошей подвижностью. Таким образом, АМХ CDA-105 является одной из лучших в отношении сбалансированности машин на нашем уровне. Здесь нет унылой подвижности, здесь нет косого орудия, здесь нет огромной альфы, но вашей альфы достаточно для того, чтобы быть полезной. Что же касается средних танков, ребят, однозначно могу рекомендовать вам исключительно несколько машин, если вы новичок в игре. Однозначно присмотритесь к Projetty 46. Это лучшая машина для новичков, обладающая, как я уже говорил, орудием системой дозарядки, хорошей подвижностью, великолепным внешним видом, хорошим ДПМом, короче говоря, всем тем, что необходимо для того, чтобы получать удовольствие от игры. Если у вас плюс-минус, уже набитая рука, и вы действительно можете понимать, что происходит в бою, ну и, соответственно, что в нем необходимо делать, присмотритесь к Химере. Почему именно так? Потому что данная машина не обладает хорошей броней, у нее нет хорошей подвижности, но при этом всем, у нее есть великолепное орудие, которое закидывает целых 440 единиц на восьмом уровне, и это, ребят, средний танк. Почему я говорил, что нет подвижности? Потому что здесь подвижность 50 километров. Для среднего танка, но это не сильно много, и, честно говоря, Химера передвигается по карте, я бы сказал, не сильно бодро. Почему я не рекомендовал бы рассматривать себе Defender MK1? Потому что данная машина обладает барабаном, и с этим барабаном необходимо уметь справляться, и, как я уже говорил, необходимо пережить целых 17 с половиной секунд в данном случае, до того, как вы можете опять выйти в разнос и раскидывать все свои 4 снаряда на целых 190 единиц альфы. В руках умелых Defender действительно творит чудеса и показывает великолепные результаты, но, поверьте, не в каждых руках. Что же хотелось бы сказать про легкие танки? Легкие танки в нашей игре не настолько популярны, как другие типы техники, именно потому что они обладают бешеной подвижностью, и при этом всем, ребят, полной картонностью. Что могу сказать про машины, которые есть? Все эти машины действительно хороши, действительно классные, но вы должны понимать, что вы должны очень хорошо знать карты, вы должны понимать, что происходит в бою, вы должны видеть мини-карту, вы должны быстрее ориентироваться по обстоятельствам, принимать взвешенные грамотные решения в отношении того, как вам поступить, атаковать, отступить, убежать, пойти куда-нибудь отсветиться, или заняться чем-нибудь другим. Поэтому легкие танки новым игрокам в игре однозначно не рекомендую себе покупать первыми, ровно как и прокачивать первыми. Да, очень бодрое время перезарядки, но обратите внимание, время перезарядки 5,7, альфа 240. Лучше возьмите себе экшн-ыкса с альфой менее 200, и даже в меньшем временем перезарядки вы будете иметь практически такую же по скорострельности машину, да, пускай более медленную, но более все-таки, ребят, живучую. Вот так вот и получается, что у нас выбор огромен, а что выбрать, постоянно мы не знаем. Если вы хотите знать, что вам выбрать, если вы хотите знать, что вам купить, в первую очередь смотрите обзоры на те или иные машины в ютубе. Но только помните о том, что если вы смотрите обзор от именитого ютубера, который имеет более 60% побед, то этот парень на любой машине покажет великолепные результаты. Я не рекомендовал бы вам смотреть обзоры, в которых показываются красивые нарезки, потому что там не показываются вам реальные бои. Что же вам необходимо? Вам необходимо смотреть обзоры от человека, который играет так, как вы, потому что если вы играете средне и смотрите на то, как ездит машина в руках среднего игрока, вы приблизительно понимаете, как вы будете себя чувствовать на ней. Если вы будете смотреть обзоры им каких-нибудь именитых киберспортсменов, то понятное дело, что дай ему в руки вместо танка какую-нибудь, я не знаю, там, палку-копалку. Я не про регрессора сейчас, регрессор классная машина. Но все же, если вы им дадите палку-копалку, то они зайдут в бой и забьют всех до полусмерти, даже не имея абсолютно снарядов в магазине. При этом всем, ребят, средний игрок с какой-то великолепной машиной справится, ну, если и сможет, то с каким-то очень-очень большим трудом. Та же самая Лоррейн 40 тонн руками профессионального игрока показывает бешеные результаты, имея барабанное орудие и просто сумасшедшую-таки альфу с одного барабана. Но руками среднего игрока это сущий полностью зеленый картон, который разносят, ну, просто в щепки, потому что он огромен и промахнуться в него практически невозможно. Так вот, ребят, смотрите обзоры от средних игроков. Ну, допустим, таких, как я. По одной простой причине, потому что именно таким образом вы будете понимать, чего от машины действительно стоит ожидать. Хотите знать правду о танках? Хотите знать правду о товарах в магазине? Прямо сейчас подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующее видео. Я снимаю обзоры специально для вас, для того, чтобы вы, не дай бог, не купили себе что-нибудь, что потенциально может вас расстроить. У меня есть пресс-аккаунт с огромным количеством золота, но поверьте мне, я знаю цену, реальную цену в своей голде, на своих аккаунтах, на своей основе и на своих твинках. И поэтому, ребят, вам ни в коем случае не посоветую растрачивать голду на то, на что не стоит ее тратить. Если вы за честность, жду вас у себя на канале, заходите, подписывайтесь на мой инстаграм, забегайте на дискорд, там, где вы можете пообщаться с ребятами, которые любят танки точно так же, как и вы. Обязательно, обязательно смотрите новости игры, которые там публикуются, как только появляются в официальных источниках и ознакомливайтесь с новостями моего канала, а именно с выходами видео и не только это позволит вам не пропускать мои видосы и участвовать в розыгрышах. Кстати, данное видео тоже участвует в розыгрыше премтанка. Пишите комментарии, если хотите знать подробности, заходите по ссылочке, посмотрите данный видосик, ну и, соответственно, поймете, какие условия розыгрыша на моем канале. Ну, а я побежал снимать для вас новое видео, а вы грамотно подходите к вопросу, на что тратить вам ваши кровные деньги и уж тем более вашу кровную голду. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok